Мы с ней смотрим одного автора. Этот автор называется Владимир Сидоренко. И он замечательный. Вот я много чему у него научился. Я покупал его курс, я видел его ролики, я встречал, я к нему, когда он приехал в Минск, я прям мчал и вел всю свою команду к нему на его выступление вживую, потому что это для меня легенда. Ну, потому что человек, который реально, вот у меня в жизни очень мало людей, которые смогут мне повернуть мою голову куда-то в другую сторону. Понимаете? А это один из тех людей, которые открыли мне мои глаза на моей большой голове. Причем открыли их широко и показали, что, ну, такие прописные истины, прописные, вот давайте, чтобы вам было понятно. Я признал вот это самое главное, что лучше всего ты впитываешь информацию, когда ты признаешь себе, что ты не знаешь, что ты не знаешь. Просто берешь из головы то, что есть, ты опустошаешь ее и говоришь, я не знаю, потому что, друзья мои, мне больше сорока лет. И я понимаю, что у меня уже есть некие шаблоны, некие шоры, которые мешают мне образовываться. Я вам не открою секретов и скажу, что взрослые люди не умеют учиться, потому что нас учили разные преподавать, разные школы. И мы, нам дал бы вопрос, что если ты прочитал учебник, то ты уже это знаешь. Понимаете? Вот вспомните, как у нас в школе учили. Нам говорили, прочитала учительница материал, говорит, кому непонятно. Я говорю, мне непонятно. Она меня поднимает, начинает меня не объяснять, что мне непонятно. Она начинает проходиться по моим умственным способностям. Ты что, даун? Ты что, дебил, тебе непонятно. Я же всем объяснил, всем понятно, а тебе непонятно. И иди, выйди отсюда, иди к директору, там, туда. Ты сорвал мне урок, сорвал на сцене. И вот все. В следующий раз, когда учительница спрашивает, кому непонятно, есть ли дурачки, которые скажут, что мне. И вот эта система образования, она у нас шорох. Когда на вебинаре, когда мы вам в школе говорим, друзья, если кому непонятно, то задавайте вопросы. Пишите, не стесняйтесь. Заведите другой аккаунт. Это не запрещено. Заведите другой аккаунт и по другим аккаунтам пишите. Так и есть. Я тоже так делаю. Я вам даю лайфхак. То есть вы просто можете завести два аккаунта на Фейсбуке, да? Я, это, допустим, человек, который… Я, Некрашевич. Второй человек, это, допустим, там, не знаю, Васильков. Там, Вася Васильков. И вот Вася Васильков спрашивает, потому что не страшно. И я могу Васе Васильковым задавать вопросы. Но я вам открою другой секрет. Преподавателю, хорошему преподавателю, грамотному преподавателю, очень важна обратная связь. И ему хорошо, когда люди не понимают. Потому что я вот Кате говорю, там, да честно говорю. Ты же понимаешь, но ты старайся вопросы задавать те, которые бы тебе пришли, ну, зрителям. Потому что вам, не знаю, стеснительно, либо лениво набирать. Поэтому, ну, спрашивайте. Спрашивать не стыдно. Не знать не стыдно. Стыдно делать вид, что вы знаете, а потом ходить и хлопать в глаза. Это вот к нам приходят девочки на собеседование. И такие, а это знаешь? Конечно знаю. А быстрые клавиши знаешь? Конечно знаю. А потом, когда она садится за работу, она знает быстрые клавиши. Это мышкой нажимает, да? Клавиатура вообще не работает. От слова никогда. А печатает она вот так вот одним пальцем. А когда компьютер просто зависает, она не знает, что с ним делать. А для нее гугл таблицы, это нечто такое. Но она знает, что они существуют. Но как в них работать, нет. И мы для этого, зная проблему, начинаем делать курс. Как работать с гугл таблицами. Как разместить файлик. И даже сейчас мы делаем канал. Спустя полтора года мы делаем канал пошагово. Потому что понимаем, что мы, чтобы снять ваше огромное количество вопросов, чтобы их снять вообще, мы хотим сделать пошаговый гайд, как сделать канал. С нуля. Вот любому человеку, да? И я, извините, буду там разжевывать по частям. Как вот маленьким-маленьким деткам. Почему? Потому что если вы это знаете, вы включаете на x2, проматываете скорость большая и дальше. Это будет разбито на блоки. Там пам-пам-пам-пам-пам. Для чего? Потому что я понял проблему, вы стесняетесь спрашивать. Многие учителя, которые не знают предмета, что они говорят? Лучшая защита – это нападение. Ну вот сейчас же в чем какая боль учителей? Потому что дети многие знают больше, чем учителя. Почему? Раньше было учитель, идет в университет, его там учат, дают ему знания, дают ему систему знаний, дают систему подачи и он приходит в школу, эти знания передает ученику. Правильно? А теперь знания у ученика в кармане на расстоянии одной кнопки. Кнопка называется там «Алиса» либо там, ну «Гугл». И когда учитель рассказывает там, когда была там война 1812 года, то дети в принципе могут ей подсказывать генералов, да, места сражения. Ну просто, да, потому что, ну для чего она? И многие учителя привыкли читать по учебникам. А там уже могут в интернете гораздо интереснее, там уже факты больше там в этом формате. И здесь уже мы переходим из класса, что учителя, они ниже уровнем, чем многие ученики. И что они делают? Они начинают нападать или высмеивать. Я даже видел многие вебинары, когда задают вопросы и для меня я готов деньги вернуть этому, кто мне сыпет вопросы правильные. Потому что он выступает фокус-группой, таким тестировщиком этого курса. А многие начинают банить их за эти вопросы, там типа «Поучи бан», да, ты много там говоришь. Вывод, что делать, да? Самый главный вывод – это не бойтесь спрашивать. Потому что у вас есть три варианта. Первый вариант, да, это прийти в школу на стрим и спросить здесь. Второй вариант – бесплатно здесь спросить. Второй вариант – это прийти в школу, в клуб «100 по 100» и спросить уже в сообществе, там получить от нас более быстрый, развернутый ответ по вашим проблемам. Это в клубе «100 по 100». Ссылочка внизу на в клуб. И третье вариант – прийти ко мне на консультацию, либо к Катерине. От шести до десяти тысяч рублей в час. Не торгуемся, скидок нет. Скидки есть для детских каналов и образовательных, есть специальные условия. Эта стоимость будет расти. Если она раньше была три тысячи рублей, потом стала шесть тысяч рублей, теперь уже десять. Ну, потому что, друзья мои, ну, мы даем много в паблик. Если вам где-то не отвечают на ваши вопросы, либо не говорят, посмотрите наши уроки. У нас две тысячи уроков, и уже под каждым на ваши вопросы, если они тематические. Есть ответы. Если у нас идет тематический стрим на тему «Как правильно оформить канал», а вы задаете вопрос «Почему у меня не монетизируется?» Монетизация у нас была в прошлом стриме. То будьте готовы быть заблокированы, потому что у нас очень мало времени. И Катя говорила про правила. Они есть вверху, там. Вам всегда напомнят про правила. И если вы их не соблюдаете, мы не готовы вас обучать правилам. Ну, я потому что знаю четко, что если у вас нет правильных манер и правила хорошего тона, то это не моя проблема. Это проблема ваших родителей и вас. И я не готов, и Катя не готова тратить время и объяснять вам на это все. Нарушили – досвидос. Регистрируйте новый аккаунт, проходите процессуру регистрации и приходите опять. Опять нарушили, опять заблокируют. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям. Продолжение следует...